Что же случится с тобой уже в ближайшие 48 часов? Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И решила не откладывать в долгий ящик записи этого видео. Хотя сейчас мы находимся, как всегда, на семейной дневной прогулке, кормим там голубей, собачек. Но сейчас уже подходят к завершению 24 часа. С того момента, когда мне пришла идея записать это видео, поделиться своим опытом, наблюдением. И, конечно, помочь тебе стать лучше, достичь те цели, реализовать те идеи, которые у тебя есть, возможно, которые только сейчас появляются. Так вот, о чём идёт речь? В ближайшие 48 часов. Как изменится твоя жизнь? Наверняка вспомни, были ли у тебя такие ситуации, когда среди всего потока мыслей, которые у нас проносятся ежедневно, это очень много мыслей, которые не имеют особого какого-то значения. Пришла, ушла, кто-то что-то рассказал. И это не жизненно важные какие-то идеи. Но бывают такие мысли, которые действительно могут улучшить твой бизнес, могут улучшить твоё здоровье, могут улучшить отношения с людьми, с близкими. И вот мысль пронеслась, и ты такой-такая думаешь, вот это обязательно нужно сделать. Пойти в спортзал, приобрести себе что-то, купить, обновиться, сделать какое-то действие, опубликовать пост, какая-то классная идея записи презентации или куда-то сходить. И вот эти вот идеи, они крутятся в голове, но они теряются в потоке тех мыслей, которые не несут особого какого-то значения. И получается, что они и теряются среди этих мыслей. И ты думаешь, вот-вот сделала, потом проходит 3-4 дня, неделя, и у тебя уже нет той энергии, которая была в первые 48 часов после того, когда эта идея у тебя появилась. Так вот, моё наблюдение, что если ты в первые 48 часов после того, как идея у тебя возникла, если ты ничего не сделаешь, это не значит, что ты прям должен реализовать, прям идеально, конечно, если ты прям реализуешь ту идею, которая у тебя появилась. Пойдёшь, запишешься в спортзал, купишь ту вещь, которая тебе нужна, быстро закажешь её через интернет, ну, в общем, то, что тебе вот сейчас прилетает. Но бывает так, что это действительно долгосрочное, ну, такое, к чему-то нужно подготовиться. Например, я хочу записать видео-презентацию моего бизнеса, который я развиваюсь. Мне для этого нужно подготовить материалы, провести определённую аналитику, зайти на сайт, например, там, Минфин, там, посмотреть статистику, как увеличились, уменьшились там зарплаты, статистику, какую-то слайды подготовить. То есть я не могу это сделать прямо вот сейчас, у меня нету на это достаточно времени там и ресурсов. Но я могу начать делать что-то, уже делать первые шаги в этой реализации. Подумай, вот какие у тебя возникают идеи, мысли, и обязательно в первые 48 часов сделай первый шаг, сделай несколько шагов, но чтобы процесс уже запустился. Потому что если пройдёт неделя, вряд ли ты уже это сделаешь, у тебя уже будут какие-то новые идеи. И так получается, что идеи прилетают, 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 и мы их откладываем и не реализуем. Если за 48 часов ты не успел, но уже эти 48 часов подходят к завершению, то можно ещё попробовать, видите, я не сдаюсь, он так настойчиво пилит там, но я не сдаюсь, потому что я хочу донести эту полезную информацию. Если я не запишу сейчас, у меня не будет этой энергии уже через 4 дня, именно для записи этого видео. Поэтому я продолжаю. Итак, 48 часов подходят к завершению, и ты так и не начал. Есть ещё один день, 72 часа. По моим наблюдениям, энергии для реализации остаётся 50%. То есть если ты ещё понимаешь, что та идея у тебя актуальна, то сделай её хотя бы завтра. То есть пока 72 часа не прошли. Потому что потом, во-первых, я не знаю, наверное, 90% того, что та идея, она утратит актуальность. Моё наблюдение такое, что каждая идея, она приходит в тот момент, когда она действительно важна. И возможно, если ты её начнёшь реализовывать уже через месяц, или там через неделю, через две, она уже не будет настолько актуальна. Ты её будешь делать уже в порядке надо. То есть я же там придумал, у меня надо, и я её буду делать. Может, она уже и не надо, просто у тебя осталась нереализованная. Кстати, если ты будешь делать вот так вот всё, что тебе прилетела идея, ты чувствуешь вдохновение, и ты реализуешь, то у тебя действительно будут происходить перемены к лучшему, потому что у тебя будет постоянное ощущение того, что ты творишь, того, что ты действуешь. Потому что в обратную сторону, если ты не делаешь, у тебя копится чувство нереализованности. То есть идей копятся, времени не хватает, ты постоянно находишься в какой-то спешке, и чувство нереализованности копится. Соответственно, в таком состоянии очень редко происходят какие-то положительные изменения. В обратную сторону, если ты постоянно находишься в потоке действий, у тебя улучшения идут во всех сферах. Потому что человек, который действует, который вкладывается, который развивается, у него так автоматически происходит и в одной сфере, и в сфере саморазвития, в сфере общения, в сфере взаимодействия с другими людьми, здоровья. То есть полностью идёт вот такое вот гиперулучшение тонуса, и, в общем, деятели рулят. Поэтому, если ты не делаешь, у тебя чувство нереализованности, идеи стоят, ничего не развивается, и ты действуешь в порядке «надо», возможно, ты потом реализуешь. Если делаешь всё сразу, идея прилетела, сделал, знаете, наверняка же знакома мысль лучше сделать и потом жалеть, чем не делать и потом жалеть о том, что ты чего-то не сделала. Так бывает очень часто на самом деле. Поэтому я тебе желаю творить, действовать, идея прилетела сегодня. Подумай, что ты можешь сделать уже сегодня, о чём ты давно планировал, так и не сделал, и сделай это в ближайшие 48 часов. Было бы интересно почитать твои комментарии под этим постом, что ты сделаешь уже в ближайшие 48 часов для своего развития, или, может быть, о чём ты давно собирался. И вот сейчас это видео тебе помогло сказать «всё, наконец-то я это сделаю». Желаю тебе прекрасного настроения, отличного солнечного дня, как внутри, так и снаружи. Развивайся, действуй. И до встречи в следующих полезных видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok